Что было сегодня? Мы не спали всю ночь. Я спала полтора часа. С четырех до полшестого. Наш Аксакал не спал вообще всю ночь. Все службы были здесь с вечера и до теперешнего момента. Мы были сегодня в прокуратуре. Сначала прошли съемки всех каналов телевидения. После этого нас отвезли в прокуратуру. Сотрудник МВД нас отвез. Мы дали свои показания. Но на данный момент мы давали показания конкретно по факту незаконной вырубки деревьев. Уже установлено, что все разрешения были недействительны. Так как с 1 ноября действовал мораторий. И все разрешения, которые были выданы ранее, они утеряли свою силу. Нам сообщили о том, что застройщик оштрафован на 1,9 миллиарда сумм. То есть это получается 200, практически 200 тысяч, около 200 тысяч долларов. Нам показали фотографию, как они платят эти деньги, пока мы были в прокуратуре. Я слышала, как они эти деньги считают. Мы дали свои показания. Мы беседовали со следователями по особо важным делам. Мы дали свои показания. Нас привезли назад. И теперь мы празднуем. А что были процедуры, которые были не в вашу пользу, а в пользу застройщикам? Пока до этого еще не дошло. Насколько я понимаю, создана специальная комиссия именно по этому вопросу. По законности выделения участка. Я так понимаю, будет рассматриваться вопрос о фальсификации документов. О мошенничестве. И сегодня я предоставила все документы, начиная от первого решения Усманова. И последующие все шаги. И самое главное письмо, подписанное Хидаятовым. Где они сами, Хакимят города Ташкент подтверждает, что оснований для выделения земли не было. Мы надеемся, что мы наконец поставим точку в этом деле. И этот парк будет принадлежать нашим жителям. И больше на него никто не сможет посекнуть. Поздравляем. Спасибо вам большое. Спасибо вам всем. Оля, что вы можете...